А как учитель не зацикливался на прошлом? Такая история интересная. Когда один учитель разговаривал со своими учениками, мы его внимательно слушали. И он разговаривал, разговаривал. Красный анекдот сказал. Например, мужчина с женой лежат, с ними рядом маленький мальчик, он ей говорил, давай, он не спит. Ты что? Давай, он спит. Он смотри, он прикоряет. Да он спит, подожди, нет. Он психует, идет на кухню, обьет в холодильник, шампанское. Пацан такой, открывай глаза. Да вы делал, он спать и застрелился. Ну, такой анекдот. Рассказал. И, короче, дальше начал лихто считать. И проходит какое-то время, и он снова рассказывает этот же самый анекдот. Прям как будто он ему рассказывал первый раз. И люди такие, ну, как бы, стучите там, что-то как-то, ну. И он рассказал, ну, как бы, люди так, ну, как бы сделали же, что смешно. И, короче, третий раз через 10 минут рассказывает тот же самый анекдот. Слышишь, я три раза сейчас вот анекдоты рассказал, как будто он первый раз. Вы что про меня подумали? Подумали. Мужика? Что за как? Ненормально. И вдруг один ученик стоит и говорит, учитель, простите. Он да. Говорит, а вы вообще заметили, что вы один тот же анекдот раз рассказали? Он говорит, конечно. Фух, ну нормально все с учителем. Он говорит, а зачем? Говорит, ну, смотрите, я первый раз рассказал анекдот. Вы же все заржали. Ну, всем стало это радостно. А вы когда рассказал второй раз, у вас как бы недумение, да? Что-то он вообще, что-то, ну, как-то, зачем? А когда я рассказал третий раз, вы подумали, что я все больной, что я больной. Заметьте, вы подумали, что я больной. Да? А не да. Правда, глупо смеяться над одним и тем же анекдотом три раза. А париться по одному тому же сто раз, правда ли глупо? Как перестать париться? Просто взять и перестать париться? Нет. Это так полезно еще раз это пережить. Еще раз попариться, поплакать еще раз. Представляешь, что ты на третий раз над одним и тем же анекдотом смеешь? Ты кто? Предлагаю перестать заниматься этой анекдотикой. Ну, раз пережила все серьезно, все поплакала, все, пусть это уходит в твое прошлое. Будущее. Нет, я верну эту фигню. Еще раз вечером переживу еще раз. Зачем? Нет, не хочу, чтобы было будущее, я хочу это двигаться. А как найти этот момент, поймать? Ну, просто делать нечего в будущем. Вот здесь возвращаешься на прошлое. Как только появится что-то на горизонте, все. Новый анекдот. Согласны? Вот новый. Тут был Санька, Ванька. Санька, Ванька. Вот Ванька. Или по-новому посмотреть на Саньку. Ха-ха-ха. Ну, да. Ну, пусть졌ит, яд. Эй! На моем месте. Ура! Ну, пусть вон. Да, иди отсюда. А, я не знаю, там, яд. Поверя-су. Поверя-су. Ура! Поверя-су. Ура-су. Ура-су. Ура-сту. Продолжение следует...